Добрый день! Итак, мы оказались на главной странице кёльнского сайта оцифрованных санскритских словарей. Нас интересует как пример для нас, для отправки сообщения об опечатке, несущественно на какой словарь, с каким мы работаем. Возьмем на примере словаря Monia Williams. Сокращается как MVM. Basic Display. И есть слово, в котором я знаю, и есть опечатка. Да, предположим, значит. Сейчас для того, чтобы сообщить об опечатке, я нажимаю, открывается новое окно, и я копирую. Номер L – это уникальный ID, присвоенный каждой статье. Его в книге нет, он только в цифровой версии существует. Значит, MV – это в каком слове опечатка. Headward – это означает, что можем в записи SLP1, в транследрации SLP1 скопировать, в каком слове нашли опечатку. Или же вот мы выводим его в Roman Unicode. Но в данном случае лучше не надо. В SLP или в Roman Unicode, например, если мы нажмем Search, то, собственно, он получится здесь. Ну, собственно, вот. Или Roman Unicode. В случае SLP1 – это наиболее удобный, универсальный способ записи в компьютере для нашей задачи. Значит, опечатка. А в чем? Ну, собственно, опечатка в самом заголовочном условии. То есть, если бы была опечатка, например, в технице словарной статьи, ну, было, например, что-нибудь такое. Что меняем? На что меняем? Ну, а здесь мы указываем, это опечатка в книге или опечатка в оцифровке, то есть или OCR или Book. Собственно, и кто сообщил, ну, например, я пишу просто так. Собственно, нам важно, чтобы подтягивалось и сообщение об опечатке, то есть я бы выделил, например, какое-нибудь слово, которое мне не нравится, или слово, или часть слова, но не столь существенно. Нажимаю на, скажем, Ctrl-Enter, нажимаю сюда, и у нас всплывает, значит, Ajax-овое окно, которое сразу подсасывает, значит, номер L, номер заголовочного слова, номер страницы и здесь номер колонки, так как слова «Harmony Williams» на каждой странице у нас три колонки, то он указывает, что это слово находится в первой колонке, ну, это не столь существенно для вас, важно, самое важное вот это L, ну, и заголовочное слово. Когда мы исправляем заголовочное слово, собственно, то и мы указываем, что опечатка, она в самом заголовочном условии, например, вот так предположим. Ну, и, собственно, Submit, это отправить эту, эти опечатки, эти опечатки, нашу Google Docовскую таблицу. Так, на самом деле, на самом деле, вот это промежуточное окно, Correction Form, нам не нужно. Все то же самое можно сделать в всплывающем, всплывающем Ajax-овском окне, вот. Вот. Если это возможно, здорово. То есть, используем Орфовское решение и отправляем на Google Docовскую таблицу. Таким способом мы сможем легче сообщать о опечатках, найденных словарях. Надеюсь, что все понятно. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...